Здравствуйте! Это проект совещания на Первом городском телеканале. Меня зовут Роман Малак. Сегодня мы беседуем о социально-реабилитационном отделе Центра детско-юношеского творчества под названием «Дружба». В гостях у нас воспитанник кружка «Точка зору» Александр Багун. Здравствуйте, Александр. И заведующая этим отделом Анна Николаевна Лисовская. Здравствуйте, Анна Николаевна. У нас много вопросов. Мы будем знакомить наших телезрителей, как и в предыдущих наших выпусках, с всевозможными структурами городскими, что и как функционирует. Сегодня о вашем отделе поговорим. Для начала давайте, наверное, вы вкратце представите Центр детско-юношеского творчества «Дружба», потому что город большой, может быть, кто-то в дальних его уголках не сильно с ним знаком, где он находится, и в общем, что там происходит. Центр детско-юношеского творчества «Дружба» находится в Долгинсовском районе, и само местонахождение его очень известно, потому что существует такая остановочка, и даже говорят про районе «Дружбу встретимся». Все знают этот центр, потому что он является и внешкольным учебным образованием, учебным учреждением, и является тем местом, где проходит очень много культурных мероприятий, как районного уровня, так и городского уровня. Что там делают? Чем там занимаются? Вот кроме, допустим, вашего отдела, какие существуют отделы, и чем могут там увлекаться и заниматься дети? Развивают детское творчество, поддерживают творчески одаренных детей. Центр детского и юношеского творчества имеет в своей структуре четыре отдела. Два отдела связаны с непосредственным кураторством кружковой работы, и два отдела обслуживают в целом центр, обслуживают район, и связаны прежде всего с развитием творческой деятельности детей и молодежи. Есть у нас такой отдел, как художественно-эстетический отдел. Там занимаются прежде всего художественным творчеством, эстетическим воспитанием. То есть все те кружки, которые связаны с пением, с танцами, с музыцированием, с рисованием, с декоративно-прикладным искусством, вот все эти кружки относятся к художественно-эстетическому отделу. Мы поговорим о вашем отделе социально-реабилитационной. Такое серьезное достаточно название. Я хочу, чтобы вы разобрали, что скрывает это название, и почему именно такое название он носит. И стереотипно, может быть, кто-то подумает, что о какой-то реабилитации идет речь. А на самом деле чем вы занимаетесь? Действительно хочется внести некоторую ясность относительно оперирования понятиями, как социально-реабилитационная работа, которая ведется в целом всем центром, всеми педагогами, и социально-реабилитационное направление внешкольного образования, как совокупность кружковой работы. Дело в том, что, наверное, почему даже организовали это направление, этот отдел, существует он сравнительно недавно год, хотя кружки подобной направленности уже были, уже существовали, но теперь этот отдел выделили в отдельную подструктуру. Почему? Потому что сейчас очень актуальна проблема социализации детей, прививание им позитивных каких-то социальных навыков, социальное воспитание, то, чтобы дети осваивали какие-то социальные роли, развивали свои способности и прежде всего имели возможность самореализоваться. То есть сделали этот отдел, чтобы были вот такие кружки, которые направлены на социализацию, на приобретение какого-то социального опыта, на включение в жизнь в социум, чтобы дети могли разбираться в каких-то актуальных вопросах, которые сейчас существуют в нашем обществе. Мы, Александр, с вами теперь побеседуем. Александр Багун, воспитанник одного из двух кружков, которые есть у вас, кружок, который вы посещаете, называется «Точка Зору», второй кружок называется «Ваш колынова мова», но он был перед этим, да, в вашей, так сказать, такой кружковой карьере. Почему это стало вам интересно? Вы сейчас вот заканчиваете школу. Почему и когда вы начали этим заниматься? Когда я начала этим заниматься, это был, помню, 10 класс. Да, я пришла, Анна Николаевна у нас была в школе, она презентовала этот проект. И меня он тогда заинтересовал, но было некоторое сомнение от того, что журналистика и всё остальное. Я никогда с этим не сталкивался, но мне было это очень интересно. А чем, если честно, занимались, и какими кружками, какими увлечениями до того, как вы заинтересовались именно вот этой темой? Этой темой? Изначально я уже, как в Центре юношеского и детского творчества, если присуммировать, то это получится 6,5 год. Я ходил туда и… Что вы делали до этого? На вокал сначала ходил, потом ходил на танцы в коллектив «Виват», и потом уже был некоторый такой промежуток паузы, и потом я встретился с Анной Николаевной и с кружки. Говоришь, было некое сомнение. Что развеяло это сомнение? Первое занятие. Пришли много детей, они все горели, все жаждали вот этих новых знаний. И это настолько вдохновило и рассказы, и тем, чем мы будем заниматься, дальнейшая наша деятельность, то, как мы будем писать эти статьи, как мы будем знакомиться с новыми успешными людьми и создавать очень… Первый раз пришло много. А много ли осталось с того первого раза? И дополнилась ли в какой-то момент ваша компания другими людьми, которые на протяжении этого пути в жизненного присоединялись? Дополнилась. Там есть разные промежутки. Так как дети, они иногда не только на этот кружок ходят, а и на другие кружки. Поэтому в основном там разное количество. Иногда у нас может быть 15 человек, иногда у нас может быть 5 человек. У нас разное количество, да, но если мы занимаемся уже чем-то общим делом, да, которые… Это какие-то проекты, какой-то выездные проекты или еще какие-то мероприятия, которые организуются у нас в городе, то мы уже едем все вместе и дружно. Анна Николаевна, тогда давайте детально послушаем от вас о том, что это за два кружка, Колынова, Мова, Точка Зору. Немного, наверное, можно понять из этих названий, вы разберете более детально. Да. В прошлом году кружок Колынова Мова работал по адаптированной программе и больше был направлен на журналистскую деятельность, на редакционную работу и, в принципе, получение каких-то коммуникационных навыков, вербальное, невербальное общение, прежде всего, развитие языковых способностей, работа над своими стилистическими ошибками, орфографическими, пункционными и так далее. В этом году у нас немножечко изменились условия. У нас мы работаем по типовым министерским программам утвержденным, поэтому мы взяли за основу нашего кружка уже готовую программу, которая, прежде всего, направлена на углубление школьных знаний по различным разделам. Фонетика, лексикология, грамматика, морфология, синтаксис. То есть, может быть, мы делаем то, чего иногда либо не хватает в школе, либо какие-то пробелы существуют, где-то пропустил что-то, забыл, надо повторить, надо углубить, надо разнообразить. И плюс, конечно же, мы стараемся анализировать тексты, прежде всего, говорить о каких-то языковых явлениях вот с точки зрения, может быть, истории возникновения этих языковых явлений. То есть, пытаемся на язык посмотреть немножечко с другой точки зрения. Почему вас пригласили? Потому что хотим показать, что такие центры, как у вас, имеют и другие направленности, просто стереотипно. Все, кто видит что-то либо похожее на Дворец культуры, где есть актовый зал, сразу представляют себе, что там обязательно должны быть танцы, песни, ну, максимум какой-то цирковой кружок. Вот есть такие кружки совсем с другой направленностью. Я так, ну, исходя из беседы с вами, понимаю, что какое-то переплетение постоянно идет с другими кружками, с другими направлениями, в том числе и с таким своеобразным проектом, который называется «Кружок школа лидерства». Александр является его постоянным участником, да? Да. Объясните, пожалуйста, зрителю, вашим, наверное, одногодкам или, может, тому, кто собирается, что это такое за проект, кто его посещает и вообще какие цели его? Это уникальнейший проект в нашем городе, разработанный тем, что уделяется большое внимание не интеллектуальному развитию, хотя и это тоже есть моменты, а именно эмоциональному интеллекту. Мы учимся на этих программах понимать себя и понимать окружающих нас людей. Мы учимся этому, это игры, мы гуляем, у нас есть игра, в которой мы дискутируем, мы договариваемся, мы учимся общаться, понимать друг друга, принимать друг друга, и таким образом мы становимся успешными, вырабатываем у себя лидерские качества, которые в дальнейшем нам очень... Давай признаемся честно, наверное, немного людей, ты вообще проживаешь в районе Дружбы тоже где-то, да, на Долгенцево. Да, конечно. Чем увлекается там молодёжь ещё? Вот то, что ты делаешь, это является как бы правилами или исключением для такого района и для людей, которые там проживают? Ну, в принципе, тут смотря с какой стороны смотреть, да, но я как человек, который стремится к более такому кругу людей, которые занимаются активной деятельностью, я не вижу, чтобы дети там занимались каким-то... Да, есть дети, которые занимаются спортом, есть дети, которые занимаются активной громадской деятельностью. И это не исключение, потому что в нашем городе очень талантливая молодёжь, очень талантливые дети, у нас есть и дебаты, у нас есть и общественные возможности, в которых можно долучиться и сделать свой вклад. Я знаю, что ни одним кривым рогом ты живёшь в этих проектах, есть ряд проектов по Украине, в которых ты принимал участие. Что это за проекты, расскажи мне. Один из таких самых глобальных проектов, в которых я попал, и для меня это было вообще вау-вау-вау, это «Школа успеха» фонда «Братьев Кличко». Там не учили боксу? А чему учили? Это тоже было, это был один из моментов. Там уделяется внимание как и физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию. У нас всё это присутствует, мы это всё делали. Этот проект изначально он бесплатный. Каждый ребёнок, которому 14-15 лет, может принять в нём участие, подать свою анкету, пройти интервью и стать полноценным участником. Это 10-ти дневных проектов. И какие проекты ближайшие, в которых ты будешь принимать участие и мог бы их сейчас прорекламировать для других детей? Хотелось бы, конечно, прорекламировать проект «Школа Академии лидерства». Украинская Академия лидерства. Это уникальнейший проект, который буквально ещё до сих пор есть, можно подать эти анкеты. Это уникальный 10-месячный проект, который очень схож с «Школой лидерства». там такие же самые ценности, там развивают лидерская атмосфера, качества, лекторы известные, известные компании, которые проводят грандиозные лекции, делятся своим опытом, который в дальнейшем поможет сформировать личность. И такой проект, как «Украинская Академия лидерства», он до сих пор длится. И в нём могут принять участие… Где ты узнаёшь информацию об этих проектах всех? Интернет или это что-то приходит к вам сюда, в кружок и в отдел? Некоторые проекты приходят на кружок, на отдел. И в отделе уже делятся им и долучают до этих проектов. А так есть очень много… Вот в интернете можно найти огромное количество возможностей. Один из таких очень прекрасных сайтов – это «Велыка Идея». Его можно прогуглить, и там можно найти графу «Можливости». И там полностью все «Можливости». Там гранты, там конкурсы для детей, для молодёжи, там стипендии. Там полностью все вот эти проектные деятельности, которые для социально активных людей – всё это есть. И можно в этом сайте. Можно найти это на «Фейсбуке». Сейчас «Фейсбук» имеет очень большие возможности и перспективы, потому что там присутствует графа «Мероприятий». Можно узнать, какие мероприятия происходят поблизости, и принять в них активное участие. Проекты и мероприятия, которые происходят в Кривом Роге. Я хочу у вас двоих спросить. Мы сейчас больше поговорили о обучении социальным каким-то моментам, социальной направленности, социальной активности. А как вы это реализовываете в жизни? То есть в каких проектах вы принимаете участие уже, как люди, которые что-то знают в социологии, что-то знают в социальных проектах? Что в Кривом Роге и проходит, и к чему вы подключаетесь? Может, что-то вы организовываете? Ну, во-первых, мы как учебное учреждение, внешкольное, мы работаем в системе образования, и, конечно же, мы подключаемся к тем социальным проектам, которые существуют в системе образования. Например, мы участвуем в педагогии, прежде всего, ну и, конечно же, мы затрагиваем наших воспитанников. Областной научно-методический проект, он называется так, «Освитная стратегия социализации особистостей громадянского суспильства». То есть это то, чем мы занимаемся и на кружке «Точка зрения», то, чем мы занимаемся в пресс-центре, издавая нашу газету. Это вот прежде всего социализация детей, это прежде всего обучение социально приемлемому поведению, это прежде всего погружение в нормы, как общечеловеческие, так и национальные, и это прежде всего возможность самореализации. И мы подключаемся также к городскому проекту «Воспитываем, выховываемо Детину, будуемо Украину», это проект по национально-патриотическому воспитанию. В рамках этого проекта мы свой собственный на базе центра разработали проект «Виджерел, доджерел», потому что сейчас нам действительно нужно воспитывать наше молодое поколение, показывать лучшие явления в нашей национальной культуре, чем нам можно гордиться, с чем нужно бороться и так далее. И есть еще городской социально-педагогический проект, который в течение всего года работал, «Життя плюс». Это когда нам система образования предлагала поучаствовать в городских мероприятиях, в городских конкурсах, которые направлены и на «Життя плюс» у нас звался так, «Безпека плюс правосвідомість», «Життя плюс национально-патриотична свідомість», «Життя плюс професійне самовизначення» и «Життя плюс социальна спроможність и громадянська активність». В нашем центре, кроме такого проекта, как «Виджерел, доджерел», еще действуют такие локальные проекты. «Выховуй ему в милу». Вот каждый педагог знает, что он помимо учебной своей деятельности, помимо кружковой работы, должен вести какую-то воспитательную работу. То есть он все равно должен дать какие-то основы безопасности жизнедеятельности. Он должен проводить профилактику каких-то правонарушений. Происходят какие-то исторические события, либо мы празднуем какие-то исторические даты, говорим о юбилеях выдающихся деятелей украинской культуры. Вот надо где-то что-то это затронуть. Самому педагогу иногда некогда посмотреть, подобрать. А вот этот проект дает возможность прежде всего уже спланировать работу педагога, дать тексты, дать методические рекомендации, о чем рассказать, когда пригласить. Я хочу и вас подключить, извините, перебиваю, я хочу подключить вас к каким-то социальным, тоже нашим инициативам. Наш канал брал интервью «Мареньких детей». Мы такой выбрали три вопроса. Вот я хочу, чтобы вы не задумываясь, как-то социально активно попытались ответить. Это достаточно известные вопросы, они их используют в своих интервью. Известные видеоблогеры, известные журналисты мирового уровня. Я скажу так, вам как раз сейчас надо будет не ответить, а самим придумать вопрос. Вот если бы вы были наедине с вот этими людьми, персонажами, наоборот, духовными такими представителями, у нас будет, вам надо будет задать, что бы вы спросили, если бы, допустим, обратились ко всем украинцам. Что бы вот, Саша, ты спросил? Вот то, что тебя волнует больше всего в Украине, что бы ты задал всему населению Украины? Ох, это сложный философский вопрос. Я тогда переду к вам. Подумайте, что бы вы спросили у всех украинцев. Как нам сделать так, чтобы Украина действительно была единая? Хорошо. Александр, что бы ты спросил у президента, если бы оказался вот так с ним тет-а-тет? Ох, ну в администрации президента я был, как раз помог мне вот эта школа успеха побывать там. Но президента не видел. Если бы я его встретил, я бы задал, наверное, ему вопрос. Зачем ему это? Зачем ему этим заниматься? Зачем ему этим заниматься? Хорошо. Анна Николаевна, что бы вы спросили у главы державы? Когда будем возвращать Донбасс? Окей. И один из таких главных вопросов из интервью Познера, мы сегодня его хотим у вас, попросить вас у Бога, что бы вы спросили? Вот вы оказались с ним один на один. Какой бы вопрос задали? Я, скорее всего, бы, наверное, поблагодарил бы его за все возможности, которыми он наделил нас и за все реализации, за все моменты. Анна Лисовочка, что бы спросила? Все мы бьёмся над вопросом, а в чём смысл нашей жизни, для чего мы живём? Хорошо. И какие же у него замыслы были? Потому что мы каждый свой смысл ищем, да? А какие у него были замыслы насчёт смысл нашей жизни? Окей. И у нас ровно 30 секунд. Кто может и должен присоединиться к вашей программе? 30 секунд. К нашим кружкам. Да, к вашим кружкам. К кого приглашать? Вот у нас кружки, да, ещё и школа лидерства у нас есть кружок. У нас есть школа, объединение кружков творческого развития в СЛ, где мы маленьких деток социализируем, готовим к школе, обучаем их очень многим каким-то социальным таким навыкам. Вот мы хотим, чтобы приходили все, кто желает любой возраст. Мы для каждого ребёнка от самых маленьких до самых взрослых найдём, что предложить. Пусть приходят, пусть интересуются, мы расскажем, покажем. Каждый выберет то, что ему по душе. А мы, конечно же, поможем реализовать какой-то творческий потенциал любому ребёнку. Большое спасибо. Так что ищите в Центре детско-юношеского творчества «Дружба» Анну Николаевну Лисовскую, заведующий социально-реабилитационным отделом. Много интересных проектов у них. Среди большого количества учеников, которые посещают, есть и Александр Багун, который был сегодня в нашей компании, в нашей студии. Воспитанник одного из кружков. Ставим точку. Это был проект совещания. Последний проект на этой неделе. Встретимся в понедельник в этом проекте в 17.2. Редактор субтитров А.Семкин